Друзья, всем привет! Сегодня у меня большой разбор сборной России по футболу. С составом наконец-то мы определились. И тренерский штаб вовсю готовится к первым матчам. Я сейчас сделаю анализ по всем группам игроков, в том числе по вратарям, нападающим, защитникам, полузащитникам. Посмотрим по каждой линии, где ожидать кризиса, а где будет все хорошо. Сделаю график прогноз на предстоящий год по команде. Подобьем с тем графиком, который имеется, игр. Посмотрим, чего ожидать в этих играх. Ну и когда будут кризисные всплески, либо наоборот, очень активные и благоприятные периоды для сборной. Также более детально я остановлюсь на фигуре главного тренера. Ну и в целом есть ожидание, что текущая сборная России должна быть текущая. Ну и есть основания полагать, что текущая сборная России может показать хороший результат. Потому что все-таки чемпионат мира домашний, который проходил в России, это больше политическое такое событие. Мы помним и команды в группе, которые были, проходной двор. Ну там как бы с Уругуаем мы свою силу показали. 3-1, по-моему, там сыграли. Ну а все остальное я даже отсюда не буду. Но эти решения политические, которые принимались в стране, там повышение пенсионного возраста, то есть там под эти победы там протаскивают столько всего. Поэтому тот турнир, это больше как политический проект, соответственно. А здесь все-таки будет ветер перемен. Сейчас мы посмотрим на графики и на то, что сможет команда показать. Ну что, поехали. Начинаю с группы вратарей. Сейчас я делаю прогноз на весь, получается, цикл отборочный до 1 декабря. Соответственно, матч там у нас, по-моему, в середине ноября заканчивается. Посмотрим по вратарям. Достаточно стабильна вся группа. В принципе, очень благоприятно. Давайте посмотрим тогда, кто вам поможет в этот период. Так. Ну, смотрите. Лунёв, Андрей и Дюпин Юрий у нас в этот период будут максимально активны. И достаточно интересно. В принципе, запомнили, поехали дальше. Следующая у нас группа, это группа защитников. Давайте посмотрим, как там будут дела обстоять. Делаю, в принципе, все то же самое. А сейчас посмотрим в целом график группы. А на сколько защитники в этот период у нас будут удачные. Повторяем, вы посмотрели. Да, окей. Там. Граница на замке. Следующий момент по защитникам. Будут они чудители, тоже будут играть нормально. Тоже благоприятный, в принципе, у них период. Единственное, вот здесь, в октябре. Как-то неудачно, но в целом достаточно все хорошо. Давайте посмотрим, кто с точки зрения астрологии наиболее будет удачлив в этот период. Так, ну вот. То есть, в принципе, если четверку рассматривать ближайшую. Самошников, Осипенко, Фернандес, Иджики. Ну вот, по остальным, получается, вопросы. Так, поехали дальше. Теперь у нас полузащитники. Так, полузащитник собрал. Теперь делаю расчет. Друзья, небольшая минута рекламы. Меня в описании и в комментариях. Есть ссылки на букмекерские конторы, в которых можно зарегистрироваться и получить бонусы. По полузащитникам графики готовы. Так, ну здесь не так все радужно. Давайте посмотрим в целом, что по команде, кто у нас в позитиве. Какая группа игроков. Так. Фанин, Черешев, Баринов, Мухин, Джамалединов, Галавин и Зобнин. Вот так. Такая получается сколько? 6-7. И Кузяев еще ладно, да. Получаются вот эти игроки наиболее удачливые в этот период. Но, как говорится, все решение за тренером ему виднее. Ну и теперь интересно, кто будет забивать. Давайте группу нападающих посмотрим. Так. Запускаю расчет по нападающим. Здесь сейчас все быстро посчитается. Тоже достаточно позитивный. Особенно получается ноябрь. Давайте посмотрим, кто будет наиболее удачлив и забивной в этот период. Вот так. В принципе, все ожидаемо. Все ожидаемо. Ну, удачи Федору. Что тут можно сказать? Потому что, как бы, прошлый чемпионат мира как-то он себя не проявил. Но сейчас в чемпионате России он, конечно, разошелся. Очень мощно начал. Пускай продолжает в том же духе. А теперь я делаю общий прогноз по всей команде на предстоящий период. Состыкуем его, получается, с теми играми, которые будут. И можно будет понять, что нам от них ждать. Но это, опять же, будет прогноз без графика оппонентов. Потому что, ну, более детальные прогнозы и по составу, и по... Ну, по самому счету я делаю непосредственно там перед игрой за неделю, там, за несколько дней. А здесь это будет такая первая пристрелка, прикидка. Ну, и можно будет понять вообще, выйдем мы на чемпионат мира или будем смотреть его по телевизору. В построении этого прогноза участвует вся команда. Потому что, ну, в принципе, если кому-то хорошо, то и всем хорошо. Поэтому здесь состав команды уже определен. Меняться он не будет. Соответственно, коллективное вот это вот состояние, оно должно в графиках отразиться. График построился. В целом, очень благоприятный получается сентябрьский период. Давайте посмотрим, что там дальше. Получается, у нас Хорватия, Кипр, Мальта. И только Словакия у нас матч в октябре. Что у нас по графику? То есть, получается, весь сентябрь у нас в позитиве мы проходим. В Словакии у нас какой-то непонятный матч. Девятое число. И матч у нас тоже, по-моему, Словакия. Восьмое, да? Вот здесь, видимо, у нас будет проигрыш. Это даже мы дома будем играть. Очень интересно. И еще десятый месяц Словения в гостях. Давайте посмотрим его. Интересно, что в Словении в гостях будет победа. И дальше смотрите, какой затяжной идет выход вверх. То есть, получается, весь ноябрь он весь позитив. То есть, Кипр и Хорваты на выезде. Здесь двоякая ситуация. Здесь может быть, в принципе, и выигрыш. И может оформление выхода из группы. То есть, ну, по графику можно сказать, что команда выходит из группы. Ну, по основным, по сентябрьским текущая встреча с Хорватами, ну, она закончится победой. Как ни странно. Здесь очень высокие результаты. И, в принципе, все, что нас ждет в сентябре, все будет заканчиваться победой. Есть сложности, получается, по октябрю. Ну, я объяснил. Но ближе к делу он будет построить уже графики по командам. И дальше уже будет понятно, что здесь с чем. Здесь, но в целом, в глобальной перспективе, позитивный тренд и выход из группы. Дополнение к прогнозу предлагаю график тренера. Ну, здесь, в принципе, подтверждается. Есть небольшие, получается, опасения в ноябре. Что у нас здесь? По ноябрю какие? Так. Да, ну, в принципе, критисные эти моменты, они, получается, не выйти дат. Но, в целом, график тренера тоже. Валерия Георгиевича подтверждает. Ну, и в целом, самая фигура главного тренера выбрана достаточно удачно для тех задач. Ближе тогда к чемпионату мира в Катаре я сделаю тоже такой большой прогноз по команде. Насколько тот состав, который он соберет, будет дальше работоспособен и показывать результаты. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok